Восвятая служба информации телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Земельные споры и судовые справы. Шарговый прием грамадян сегодня провел старшиня Гомельского облывы конкама Владимир Дворник. От мясной и молочной вытворчасти до комбайна будавання. Агропромысловая галена нашего региона у центра уваги делегации из Казахстана. Купить кватеру худко и зручно. С початку года больше, как 500 человек звернулися у один и центр продажу кватер у Гомели. Лето, спякота, пляж. А сводь, звертая увагу отпочивальников на правилы безопасности на воде. И больше подробно об этом и не только. Земельные сотки, судовые справы, подорванное здоровье. Чарговый прием грамадян по особистых пытаньях сегодня провел старшиня Гомельского облывы конкама Владимир Дворник. На сустречу пришли 11 человек. Переважно так званный складанный контингент. Гэта люди бескомпромиссно упевненные у своей правоте и тому спрабують вырошить пытань не годами, а то и десяти годдями. По закону обзвороте грамадян со многими навод завершена переписка. По большинству поставлены кропки ни у одной судовой инстанции. Але запал у них не скончился. Градусы бурэння настолько высоки, что подчас приему у губернатора, не которым тяжко трымать себя в руках. Потому что там сарай, извините, там сарай был, они хотели, чтобы сарай демонтаж. Вот же, в этом, почитайте, он пишет, что там демонтаж, надо делать этого сарая. Гомельчанка Татьяна Остапенко, як и большасть с тых, кто пришел на гэтый прием, звертается с земельным пытаньям. Не може поделить межа на делу с суседкой, заплячым осуды, звороты у шматлики инстанции. Однако компромиссу не отрымливается знайсти ни по законе, ни по сумлении. Вариант по делу земли по першепочатковым плане сдается логичным и законным, але жанчину не задавальняем. У таким выпадку ей вернуться захопленная суседкой метры, однако придется, отмовится от тых, яке захопила сама. Гэтая справа мая шматгадовую перспективу переписок и проверок. И такие ситуации не одинковые. До речи, после встречи со старшиной Абл-Виканка Маграду с запалу у грамадян спадает. Для многих главное быть принятым и почутым. Меж іншим, губернатор уважливо ставится до каждой проблемы, дает поручение снова собрать комиссии и совместно разглядеть макшимости, да помочь тем, кто шукает отказы на свои наболелые питания. Сегодня распачался визит у Гомельскую в область старшине Комитета по аграрных питаниях Мажелиса Парламента Республики Казахстан Сапархана Амарова. На протягу двух дней он наведает широк сельскох господарчих и перепрацовчих предприемств. Перспективами дальнейшего супрацовництва подекавился Олег Синсерову. Молочно-товарный комплекс Бронный акционерного товарства Тихинща напомним один из буйнейших на Гомельщине каждый месяц тут отремлюсь молока больше, чем у инших сельскох предприемствах. Причем досягаются такие вынники в первую очередь, благодаря применению сучастных технологий. Сегодня Беларусь и Казахстан в сфере аграрного супрацовництва связываются тесные относины, починающие от возгодения законодательных актов в сфере отрывания экологично-чистой продукции до створения совместных предприемств. Сапархан Амарова каже, что зараз Казахстан надает значную увагу в развитие живого дочи глины и опыт Беларуси тяжко переоценить. Начиная с прошлого года часто уже сюда приезжают, особенно в Гомельскую область в прошлом году представители наших двух областей приезжали, это Павлодарская область и Атрауская область для изучения опыта по животноводству в основном. В программе визиту на Гомичину старший комитета по аграрных пытаниях мажориста парламента Республики Казахстан Сапархана Амарова наведывание широкого сельско-господарших и перепросовших предприемств акционерное товариство Гомсельмаш Мелковита Гомель Агрокомплект Рогачевский малышно-консервовый кабинет продукцию опошника доброведуюсь не только на постсоветские просторы а и в таких краинах, как Турция, Иран, Вьетнам. Что год предприемство принимает в дел у специализованной международной выставы в Астане и николь не вертается без медалев первоважно-золотых. По великим рахункам Рогачевский малышно-консервовый экспортно-ориентованное предприемство за меже Беларуси поставляется до 70% вырубленного. Наибольшей популярностью пользуется молоко концентрированное и стерилизованное в Казахстане, а также молоко, сгущенное сахаром в жестаной банке и в Дуипаке. Мощность нашего комбината до 10 миллионов банок в месяц. Мы с легкостью можем увеличить объемы поставки в Казахстан. Главное, чтобы была потребность в нашей продукции, а она в Казахстане есть. Олег Снятеров, Игорь Маришенко, телерадио-компания «Гомель», Рогачевский район. На 14 червяне у Мазыры запланованный экономичный форум. Плануется, что гостями и удельниками мероприемства станут представники Дании, Казахстана и Молдовы. Так само в рамках форума будет працавать выстава «Полесская скарбница». Кермажда помогает найти потенциальных деловых партнеров и сприяя умоцеванию межрегионального экономичного супрационництва. Экспорт продукции у Сингапур распачал Туровский молочный комбинат. За великой одлеглости у этой Украины в первую черву поставляются мягкие и паутвердые сыры, которые долго не псуются. Азначу, что Туровский молочный комбинат – экспортно-орентованное предприемство. Его продукция представлена в девяти краинах света, в середаках Российская Федерация, Казахстан, Грузия, Армения. Ведутся перемоги с партнерами на таких рынках, как Таджикистан, Иран, Ирак. А кроме того, в этом году на Туровском молочном комбинате плануют запустить другую черву и повеличить объемы вытворчасти. На Гомельщине селета побудовали около 200 тысяч квадратных метров жилья. Это крыху больше за полову от годового задания. Не выключено, что по выниках по угодке оно будет выканено на 65%. Найбольше активные темпы будовництва жилья демонструют 10 районов, в среду которых Ветковский, Будокашалевский, Жлобинский, Речицкий и Мазырский. А так само город Гомель. Усяго селета у регионе заплановано побудовать каля 390 тысяч квадратных метров жилья. Даречи заразу в Гомелии районе есть свободные квартиры у коммерциных домах. Например, у 18-19 микрорайонах Шведской горцы, у поселках Чонки и Юбилейны. Кошт за квадратный метр вагается от 780 до 990 рублев. Так само заплановано будовництва новых домов. Нагадаем, у областным управлении капитального будовництва дейничает один центр продажу кватер. Тут собрана уся необходная информация об кватерах, яке можно купить у Гомелии и районе. За полгода иснования центра сюды звернулись свыше 500 человек. Подаденных областного комитета природных ресурсов и охованного кольнага сяродзя 47 местов массового отпочинку для водоемов подрихтованы до купального сезона. Говорка идея об затвердженных решениями гар райвыконкам объектах, за станом яких сочать замоцеванные организации. Александр Гамоля с подрабязностями. На пляжах региона створена необходная инфраструктура для отпочинку усталеванные информационные стенды доброупорадкованно пролеглая до водоема у территории. А кроме того, створено больше за 60 автостоянок. Все ли это успеет с официальных мест массового отпочинку на водных объектах Гомельской области уключены 7 новых. Два зых, размешанные в Октябрьском районе и еще 5 у Гомели. Супрацовники освода забеспечивают безопасность на 43 пляжах. Однако только у 34 сегодня целиком доследована водная акватория. Призываем к тому, чтобы отдыхали только на оборудованных пляжах, где несут службу наши спасатели. А наши спасатели несут по всей области. На сегодняшний день насчитывается 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов, 11 сезонных спасательных постов, которые мы выставляем на купальный сезон, то есть с мая по сентябрь месяц. По прогнозах «Метеоролога» у лета 2016-17 будет спякотным. Тому службы, которые забеспечивают на пляжах биоспеку, звертают увагу на выконание правилов отпочинку. У местах купания забороняется уживать алкоголь, это администрационное правопорушение, а так само выходит на воду в лодках без воротовальных комизелек. По этой причине в Лоевском районе загинул рыбак. У нецвяросом стане он выпал с своей саморобной лодки и потанул. Водолазы выявили тело мужчины только на третье сутки. На сегодняшний момент одно, наверное, единственное несоблюдение правил это отсутствие спасательного жилета, которое влечет смертельный исход практически в стопроцентных случаев. То, что в каком по состоянию человек не находился, даже если он будет в нетрезвом состоянии, но на нем будет спасательный жилет, он будет спасен, короче, он останется на воде, он не погибнет. Как говорят у нас водолазы-осводовцы, еще ни одного утопленника в спасательном жилете они не достали. Александр Гамоля, Михаил Рабкоу, телерадиокампания, Гомель. У Калинковича хмясовый жихар подорвался на мине. Мужчина нагрелся нарад до такой ступени, что и он выбухнул прямо в руках. З в окнах дома, в котором находится побач, посыпалось шкло, а на шум сбеглись соседи. Видовожцы выкликали худкою, однако допомога медиков уже не спотребилась. Как стало вядомо, выбух отбылся на территории домовладания брата загинувшого. Зместо здарения следчая конфисковали фрагменты бензиновой горелки, водопроводный ключ и оскепки минометной мины часов Великой Чинной войны. Паколь докладно не вядомо, якие манипуляции со снарадом выраблял 48-годовый жихар Калинковича. Следчая не выключают, что и он спробывал выплавить с боеприпасу тратил. Так само правоохонники вызначают эти з'являлся загинувши черным копальником. По факте гибели человека проводится проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза. Следователи опрашивают родственников, знакомых погибшего, устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался на территории частного домовладения. У Беларуси подыходить до завершения подписная кампания на периодичное выдание на другое по угодде. У отделениях совезей пропонуют выбрать газеты и часописы из четырех каталогов. Республиканского, детячего, выдания науково-техничной информации и замежного каталога. А это каля трех с половой тысяч наименев. Для зручности каждое выдание мая аннотацию. Подписка на ичинную периодику протягивается до 27 червеня, а на замежное до 10. Причем для оформления не треба навод наведывать отделение пошты. С 29 апреля открыт прием подписки на областные контролируемые здания. Оформить подписку можно непосредственно в отделении почтовой связи или через интернет-заказ. Можно оформить через платежно-справочный терминал. Можно сделать заявку, чтобы почтальон оформил подписку на дому. Подписку можно оформить из рук в руки либо с доставкой на абонентский ящик. Сегодня у Гомеря отбылось узнагороджение переможца у областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Дипломы и призы отримали 13 юных финалистов, чьи работы были признаны лучшими в четырех номинациях. Журналистика 21-го года, «Беларусь в очима детей», «Семейный альбом» и «Твой погляд». Усяго у региональный этап на Гомельщине трапило около 400 конкурсных материалов. У областный тур вышла свыше 100. Эксперты оценивали глубину их подачи, актуальность обранной темы и креативный авторский подход. Вероника Ворошилина володая подрабязностями. Узнагароджене переможцов областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо» «Белой Руси» проходило у сценах телерадиокампании «Гомель», что вельми символично. Богатая споборництва якраз таки накеравана на пошок юных талентов. Запрошенные на урочистую церемонию школьники и студенты уже зараз мают добрые задатки и в будущем могут попробовать себя у якости журналистов, операторов и фотокорреспондентов. Например, летошние переможцы республиканского этапа студентка ГДУ имя Франциска Скарыны Александра Будникова все лето так само увлекают ознагародженных. Девчина створяет мультфильмы, которые рассказывают делать нельзя в шуточной форме. Я считаю, что такая форма очень хорошо будет влиять на детей. На учене Червонобережского державного аграрного колледжа Денис Киселю на конкурс «Золотое пяро» Белой Руси представил доследшие эссе за собистыми ураженными и думками. За основу взята история створения мемориала детям-ахвяром войны у Червоном Березе. Донести хотел то, что история создана для того, чтобы мы не забывали ошибок эти выводы и все же двигались дальше. Переможцами областного этапа конкурсу «Золотое пяро» Белой Руси селета стали 13 человек, чие эссе, фотоснимки и видеоролики были признаны лепшими. На жаль, никто из них не пройшел в республиканский финал. Однако юные таленты нашего региона продемонстровали себе вельми годно. В этом году работы очень сильные, намного сильнее, чем в прошлом году. Хочу отметить, что этот год более такой серьезный. Мы планируем издать брошюру из лучших работ на своей базе, на своей основе. Мы на сегодняшний день, у нас члены жюри, в том числе и союз писателей, мы сейчас совместно приступим к работе после всех награждений к формированию этого сборника. Ухудким часе работы пераможцов конкурсу заявятся у СМИ и социальных сетках. До того же республиканское громадское объединение «Белая Русь» зараз працан над створением информационно-аналитичного интернет-портала для молодежных дискуссий. А тем часом для усех юных наведовольников у стенах телерадиокампании «Гомель» была организована познавальная экскурсия як наглядное ведение у профессию. Присутные доведались об работе радиоведущих и телевизийных корреспондентов, как бы взять правильный курс у своих творчих починаниях. Вероника Ворошилина, Яугин Макенко, телерадиокампания «Гомель». ГТ, а так само инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познаемить мой коллега Михаил Садоуски. Редактор субтитров А.Семкин